Александр Максимов. Тёмный дан. Книга первая. Дежурный ангел на вызов. Глава первая. Прерванный полёт. Выдержка из постановления Министерства земных дел рая об учреждении службы ангелов-хранителей. В связи с чрезвычайно складывающейся ситуацией в религиозной, моральной, социологической и духовной сферах человеческих жизней, МЗДР настоящим постановлением учреждает службу ангелов-хранителей. Являющуюся самостоятельным структурным подразделением, подчиняющимся непосредственно министру земных дел рая САХ, формируется с целью нормализации обстановки в вышеупомянутых сферах человеческой жизни на Земле и дальнейшей её профилактики. Основной и главной обязанностью сотрудников САХ является оперативная и качественная помощь людям независимо от пола, возраста, расы, конфессиональной принадлежности. Помощь данной группе лиц закреплена отдельным межконфессиональным договором о взаимопомощи. Количество грехов. Пункт 3.1. Постановление МЗДР об учреждении САХ. Шеф опять завис в доте. Нет, я всё понимаю. У каждого чела... в смысле ангела. Свои ангельские тараканы в не менее ангельской голове. Но вот у пресветлого шефа они уж совсем дикие и необузданные. «Что, ангела?» «Нет, вы не ослышались. И нет, вы не находитесь в дурдоме. На дне открытых дверей, окон и самовыражений. Нет, и не на московском параде идиотов. Я действительно ангел. Не верите?» «Ну, тогда идите читать учебник по ядерной физике, сопромату или микробиологии. Вам, чёрствые скептики, в другой читальный зал. Ну что, все скептики ушли. Тогда я продолжу». «Итак, имя мне Легион. Шутка. Зовут меня Даниил, или просто Дан, и я ангел». «Обычный оперуполномоченный сах, с простыми оперуполномочивающими обязанностями, на своей должности уже почти одиннадцать лет. Для ангела сущие пустяки. Живём-то мы очень долго и умираем преимущественно не своей смертью. Короче, всё как у славных эльфов. Пока злобный орк по головушке длинноволосый и хорошо причесанный. «Тамагавка мне стукнет? Сиди на ветке, кури бамбук, запивай берёзовым соком и в ус не дуй. Нет усов, но можно и куда-нибудь в другое место дунуть. Была б фантазия». Но вот больше десятирика на земле, да ещё и в должности оперуполномоченного ангела-хранителя, это я вам скажу срок, и срок немаленький. Едва ли половина новобранцев остаётся после пяти лет службы. А уж после десятки-то вообще процентов пятнадцать-двенадцать. Кто сам уходит в той или иной степени душевной повреждённости, кого забирают. Страшно сказать, но у нас свои дурки открыли для сотрудников земных служб. Мы-то не единственные. Есть и наставники, и наблюдатели, и учёные, и всех нас штырит и колбасит от всего, что мы тут видим и в чём участвуем. И многие, очень многие, после земной командировки едут и не домой к родным и близким, а прямиком в палату с мягкими стенами и крепкими ремнями. И дурдом становится предстанищем для пострадавшего примерно на тот же срок, что он провёл на земле. Конечно, называются официально эти заведения казённого типа «Центрами реабилитации», но суть от этого не меняется. Но я немного отвлёкся. Значит, повторюсь для тех, у кого плохая кратковременная память. Я — ангел по имени Дан, и в данный отрезок времени нахожусь у себя на работе на дежурстве. Слушая реально жёсткие, и где-то даже извращённые ругательства моего шефа, о богохульных я вообще молчу. Слушаю и тихо шизею. Сегодня, уважаемое начальство, особенно многословное и изощрённо витиевато. Дабы вы имели хоть сколь-нибудь примерное представление о словоизвержениях, по-другому это уже, простите, не назвать, моего дрожайшего начальства, попробуйте связать в единую нецензурно-смысловую цепь следующие слова — архимандрит, коленвал, нубяра сатанинский, ананас, системный анализ, иерихонская труба, Боря Моисеев, донатер недобавленный, идиоматично, святые угодники, пенициллин и так далее, включая предлоги, союзы, числительные и междометия. Вот то-то же. А шеф может. Да так что, гордей со своим узлом, офигев остаётся на параллельном курсе позади. Так что слушать дикую ругань, состоящую из церковного, старославянского языка, геймерского жаргона и иных сфер земной деятельности, было довольно занимательно. И отчинно и мерно пил крепкий чёрный чай. Кстати, с детства люблю всё чёрное, а в приоткрытую дверь кабинета просачивались звуки рабочего процесса нашей конторы. За окном обыденно гудел город, настроение почти приблизилось к медитативно расслабленному, и только ветвистые, словно рога из полинского лося, тирада командира портили сложившуюся идиллию. Мысленно плюнув, поднялся. В задумчивости подошёл к окну, держа кружку с ароматным чаем в руке. За стеклом жил город. Наше поле битвы. За дверью бесновался шеф. Каждый из нас сам находит себе отдушины. Командир в играх, девчонки-диспетчеры, в выращивании цветов, вязании крючком, складывании гигантских пазлов, а я... А я равнодушный, где-то даже чёрствый цинник. Не верю я в исправление людей, по крайней мере, во всеобщее. Сколько уж человечество топчет землю, а вот и ныне там, ничего не меняется. Люди не становятся добрее и милосердней. Мы проиграли войну с Адом и его армией. И теперь лишь пытаемся не дать человечеству окончательно скатиться в пропасть безверия и зла. Высокопарно звучит? Да, наверное. Но мы лишь остатки корявые и изломанные, разваленные плоти, что держало зло, плотина, что рухнула, оставив лишь горстку свай и арматур, обломки скелета, обтекаемые злом. Я это вижу, и я с этим почти смирился. Нет, я, конечно, такой не один, просто я открыто это признаю. Поэтому и называют меня то цинником, то льдом, то каменным. Нашёлся даже смельчак, назвавший меня сухарём, за что я отправился в рай досрочно. Меня, правда, чуть за это не уволили. Но шеф заступился и отстоял меня перед высшим тыловым руководством. Он-то лучше других понимает реалии нашей работы и жизни. За что я ему, безусловно, благодарен. Понял он, что не могу я найти ту вентиляционную трубу, тот клапан, через который можно спустить пар. Да и знает он, что работа мне дорогая, и себя без неё не мыслю. Другим, наверное, легче. Хотя... Вот, например, Гоша, рокер. Вернее, ангел Георгий. До сих пор переживает изгнание из банды свободных байкеров. Случай забавный и показательный одновременно. Гоша, будучи ярым поклонником тяжёлого рока. Да, ангелы слушают такую музыку. И то, что это музыка сатаны, бред и чушь фанатиков. Зло несёт не музыка, зло несут злые люди. Так вот, являясь фанатом рока, Гоша влился в группу байкеров. Но как же, кожа, скорость, крутые мотоциклы. Он замечательно проводил время, отнюдь не за молитвами и постами. И всё бы хорошо, и всё бы замечательно, но... Через какое-то время кто-то из членов группы задумался. А что это они, честные байкеры, вдруг стали еженедельно ходить в церковь, каждодневно молиться, перестали нарушать правила ДТП, и потихоньку начали переходить на соки и минеральную воду, вместо традиционного пива. Картина задумавшихся напрягла, но как-то не солидно, крестящиеся рокеры на мотоциклах с бутылкой минералки в руке. Быстренько нашли источник проблемы, и пинками погнали его, невзирая на увещевание, извинения и слово «я больше не буду». Везде и всюду ангелы стараются вести людей к свету и добру, даже помимо их воли. А в этом деле воля, собственная, а не чужая, самое главное — это камень преткновения. Пока её не случится, у человека поезд добра будет стоять на запасном пути. Я же идеализмом не страдаю, и, наверное, поэтому работает сомнение в пример легче. Что? Говорил, что мне труднее? Да я и сам, честно сказать, немного запутался. Размеренное брожение моих тараканов было привычно прервано мелодичным голосом диспетчера. «Дежурный ангел на вызов». Я нажал кнопку на селекторе, начиная стандартный диалог. «Оля, здесь Дан, давай в водную». «О, Данька, ситуация как раз для тебя», задорно проговорила собеседница. «Джамперша, код оранжевый». И она начала докладывать ситуацию. Я стоял на последнем этаже двадцатиэтажного дома, у выхода на крышу. Телепорт сработал штатно. Ситуация сложная, но не критичная. Всего степеней или кодов, кому как удобнее, пять. Зелёный, жёлтый, оранжевый, красный и чёрный. На последние два бросают сразу и докладывают о взамедлении времени по ходу транспортировки. В конторе объявляют только код. А тут времени достаточно, хоть и тянуть кота за продолжение позвоночника не стоит. Джампер, или бейс-джампер, или по-простому прыгун, это самоубийца, выбравший уход из жизни через прыжок с высотного объекта. Вот на такой случай я и прибыл. Медленно вышел, осмотрелся по сторонам, тихо прикрыл за собой дверь. Пугать прыгуна дело неблагодарное. Сил на его спасение в стиле «Зацепился резинкой от трусов за балкон первого этажа» потратишь много. А выхлоп мизерный. Прыгун должен отказаться от запланированного сам. Только это гарантия его дальнейшей нормальной жизни. Хотя после попытки самоубийства сразу радуга не сияет, это факт. На бетонном заграждении стояла молодая девушка. Волосы растрепаны весенним ветерком, пульс учащенный, дыхание тяжелое, порывистое, глаза мокрые от слез, поза дышит обреченной решимостью и какой-то детской неуверенностью и надеждой одновременно. Спина напряжена, а взгляд устремлен к земле и даже сквозь нее. Основные данные получены, дополнительные собраны. Я даже выражение ее лица знаю. Оперуполномоченный ангел-хранитель, это вам не просто так. Это вам сложно так. Нам по рангу положено собирать внешние данные, анализировать и составлять общую картину частной ситуации. Так что, не приближаясь к девушке, смотря на нее с обратной стороны, я свободно могу узнать выражение ее лица, а прочитать гамму-чувству в реальном времени вообще не проблема. Итак, степень и впрямь оранжевая. Прыгнет или нет, отношение 60 к 40, в негативную сторону. А если еще и неправильно себя повести, степень повысится может. Это не есть замечательно. Это потеря квалификации в глазах коллег. Напрямую никто не осудит, не в нашей это природе, но остебаться будут за милую душу. — Ладно, пора что-то делать. А то она сейчас домой уйдет и будет всем счастье, а нам ложный вызов. — Кхм-кхм. Я тихо покашлял, после чего девушка обернулась. — Простите, а вы не в курсе? Какой период обращения Фобоса вокруг Марса? А то я что-то запамятовал. Наверное, опять с таблетки от склероза перепутал со слабительным. Вы скажите, пожалуйста, скорее, а то мне кажется уже пора. — Что? Ээээ... Вы кто такой? — удивленно спросила потенциальная покойница. — Я — бродячий астроном. Защищаю диссертацию по влиянию на генез морских коньков, абструкционных факторов и динамических изменений коры головного мозга. — Что? Что вы за бред несёте? — А, я поняла. Вы психолог и стараетесь меня заговорить, чтобы я не прыгнула. Только я всё равно это сделаю. — Ну, ты не совсем права. Или совсем не права. Пока я ещё не определился. Я не психолог, а вернее дипломом этой несомненно важной профессии не обладаю. Хотя и могу назвать себя им. Я не собирался тебя заговаривать, хотя и хотел завязать разговор, чтобы ты не прыгнула. Ну или прыгнула. Но как можно позже, чтобы я мог сказать, что пытался. Видишь, сколько противоречий породили твои вопросы и догадки? И, предвосхищая твой следующий вопрос, скажу. Я ангел. Ангел-хранитель. Оперуполномоченный ангел-хранитель. А зовут меня Даниил. Или просто Дан. — Что? Оперуполномоченный ангел-хранитель. — Да вы сами себя слышите. Дяденька, может, вы адресом ошиблись? Дом больных на голову людей где-то не тут. — возмущённо проговорила прыгунья. Проговорила связно и спокойно. Она даже и не поняла, что я её уже заговорил. И на время отвлёк. Той ерундой, что говорил от намеченного короткого пике. И теперь она почти моя. Ты не первая. Эх, думается, не последняя, кто поначалу мне не верит. — Я... я... мне надо... — она замялась. Голос изменился на безнадёжно грустный. Видимо, всё-таки вспомнила, зачем сюда пришла. Значит, моё мягкое пси-давление не действует в нужной мере. Ангелы моей профессии обучены многим умениям. Я могу, например, создавать направленные потоки положительных эмоций. Не сильные, но могу. Вот и сейчас я пытался расслабить прыгунью. Но, увы, она начала срываться с крючка. — Слушайте, оставьте меня в покое. Вас никто не просил спасать меня и хранить. Ангел тоже мне. — Нет их, слышите? Нет! — закричала она. Девушка явно себя накручивала. — Хочешь, крылья покажу? И, не дожидаясь ответа, я распахнул за спиной свои крылья. Правда, нимба над головой не появилась. Нет его у меня. По чину не положен. — А-а-а-а... Возможная обитательница ада распахнула глазоньки и отвалила челюсть. А я, дабы развить эффект, приподнялся над крышей метра на два. Пару раз повернулся вокруг своей оси и еще усилил давление. Милые девичьи очи и ротик открылись еще шире. Хотя, что так можно, я не знал. Ей можно было свободно засунуть в открывшийся рот и вытащить обратно крупную лампочку, не встретив препятствия. Как говорится, не застрянет. — Это неправда. Мне это кажется. У меня стрессы к галлюцинации. Вас нет. Кыш, кыш! Девушка пару раз отмахнулась рукой, словно отгоняя муху или назойливого кота, который достал своим ором, прося у жадного, по его кошачьему мнению хозяина, кусочек вкусной колбасы, которую он нагло ест, а на глазах голодной животины. — Ага, сейчас ты еще мухобойку или тапок возьми. — Я ангел. И ты мне уже веришь. Я это знаю. Это мои профессиональные навыки. И здесь я, чтобы помочь. — Вас никто не просил, и мне уже не помочь. — Довольно пафосно. Ты не находишь? Отдает дешевым романам. Девочка, я здесь потому, что именно ты сама об этом попросила. — Неправда. Я ни о чем никого не просила. — Знаешь, как ангелы получают вызовы? Это довольно сложный процесс. Ангел откликается на запрос о помощи в любой форме. Вербальной, невербальной и в том числе подсознательной. Часть с твоей души отчаянно просила о помощи и откликнулся. Да потом, если бы ты хотела умереть по-настоящему, ты бы давно прыгнула, и спасение твое было бы куда труднее. А может, его вовсе не было. Вес-то штука несовершенная. Ошибки ей присущи. Недосмотры и недочеты. А так она тебя запеленговала и четко ведет. Ты сама еще не приняла решение. А по поводу «мне уже никто не поможет?» Разве ты безнадежно больна? Это когда приходит смертный час, избежать смерти очень трудно. Да и то возможно. А в твоем случае? Ты же не думаешь, что одна такая. Разговор стал принимать повышенные тона и скатываться в банальный спор. Но это и хорошо. Время псевоздействия прошло. Она спорит и отстаивает факт своей несчастности. И это мне только на руку. Значит, я двигаюсь в нужном направлении. «Вы... вы ничего не знаете. Вам не понять...» Уже со слезами на глазах выкрикнула она. «Нет. Я все знаю и все понимаю. Это часть моей работы. Не веришь? Поздно вечером по дороге домой через парк. Тебя изнасиловали и избили почти до полусмерти. Ты долго лежал в больнице. Парень вместо поддержки и понимания тебя бросил, не сказав ни слова. Даже не пришел проведать. Родители открестились заботой платных специалистов. Но сами особого внимания не уделили. А дальше все по стандарту. Чувство стыда, отчаяния, понимание, что тебя предали, что ты никому не нужна. И как итог ты здесь. Ничего не упустил? На самом деле это говорить легко, но чувствовать. Мы ведь испытываем то, что чувствуют наши клиенты. Их боль, одиночество, страх, безнадежность. Эта девочка глубоко несчастна. То, что она пережила, мерзко и богопротивно, по сути. Нет ничего отвратительней лишения женщины чести. Это не просто издевательство над слабым. Это попирание основ божеских заветов. Женщина несет в мир жизнь. Она творец. Не такой, как Господь, но творец. И при этом она слаба. И долг мужчины ее оберегать. А не ввергать в глубину порока насилия и отчаяния. Как жаль, не все это понимают. И как жаль, что государство не убивает таких недолюдей. А точнее, нелюдей. Но даже так, просто уйти, это ведь тоже не выход. Да, это огромный шрам, оставленный на душе. Но ведь это же сросшаяся ткань эфира. Духовный опыт, пусть и тяжкий. Означающий наличие силы и присутствие воли. А иногда при должном старании. И его может не быть. С этим трудно научиться жить. «Вы? Вы что? Правда, ангел? Но если так, то бог? Где же бог? Вы же сами сказали, что я не одна такая. Так почему? Честно? Я не знаю. Я мог бы сказать, что это испытание. Но я не знаю ответа. Моя задача бороться с последствиями. Я лишь исполнитель. И его замыслы мне неведомы. Но как же так? Как вы можете?» Девушка изрядно завелась. Она спрашивала уже не только за себя, но и за других. Хорошее и доброе. «Прости, но все так, как оно создано Богом. Я уже и сам начал заводиться. Непонятно правда с чего. А ты чего ждала? Извинений? Откровений? Уговоров и заверения о том, что все будет хорошо, даже лучше, чем было? Да не будет. Вернее, сначала не будет. Ты же даже не пыталась бороться. Ты не пыталась начать все заново. Да, твой парень, бросивший тебя в такой момент. Родители, сплавившие тебя психологом. Это и впрямь тяжело. Это по совести скотство. Но ты не нашла ничего лучше, чем отдать себя в руки слугам сатаны. А что? Что мне делать? Как жить дальше? Как и для чего? Если те, кого я любила, предали, бросили, откупились. А все ли? А как же Нина? Разве она тебя бросила? Предала и откупилась? Она до сих пор переживает за тебя. Она искренне хочет помочь. Но ты... Ты отстранилась от нее. Потому что не захотела бороться. Ты спрашиваешь, как и зачем дальше жить? А разве мало вариантов? Ты думаешь, что самое несчастное на свете? Но это не так. Я видел такие трагедии, что тебе не снилось в самом страшном кошмаре. Но я... Я не закончил. Да и что ты? Ты выбрала самый простой вариант. Нет человека и нет проблемы. Как вы можете такое говорить? Негодующе закричала самоубийца. Да вот так. Потому что достали. Такие, как ты. Знаешь, сколько вас у меня было? Я даже не помню. Чуть что случится и все. В петлю лезут, колеса глотают, вены режут. Любовь неудачная. Все, незачем жить. Изнасиловали. Я не человек. Все, прощайте. А я вас всех спасаю и уговариваю. Не надо, не спешите. Терпите и боритесь. Помогайте другим. Помощь она и помогающего лечит. И что? Да половина моим советом не внимает. А добрая четверть опять билет в ад покупает. Все, блин, надоело. Хочешь прыгать? Вперед. И с гимном России. Что? Удивлению юной особо не было предела. А вот что слышала. Да, наверное, стоило ее пожалеть. И мне ее действительно жалко. Я ведь ангел. Но сколько их у меня было. Устал жалеть. Нет, ну правда устал. В мире куча самоубийц. Но и тех, кто преодолел боль не меньше. Давай, прыгай. Для тебя уже отдельное место на гриле приготовили. И вот на этой невеселой ноте наш разговор был бестактно прерван, вышедший на крышу бесовкой. Вернее, настоящей демонессой, причем родовитой. По ним это сразу видно. Встать, манера держаться и прочее. Я что-то не поняла юмора. Ты чего это делаешь, ангел? Проговорила она таким мурлыкающе сексуальным голосом, что я покраснел. Картинки в голову разные полезли. Вот же, расслабился. А чертовка меж тем продолжила. Мало того, что клиентов переманиваешь, так еще и непотребство творишь. Или ты в демоны решил переквалифицироваться? Если да, то я помогу с оформлением соответствующих бумаг. За ангела-перебежчика мне много дадут. — Ага, жди. Да и потом клиент мой, и ты это знаешь. А как мне с ним поступить, мое дело. А ты чего стоишь, уши греешь? Я посмотрел на вновь обалдевшую девушку. — Не, может и правда трюк с лампочкой попробовать, но ведь прокатит же. — Милая, закрой ротик, у тебя желудок видно. И прыгай уже давай. Я попытался, ты не послушалась. Конец фильма. — Слушай, ты чего делаешь? — ошарашенно проговорила искусительница. — Ты вообще нормальный? — Вполне дорогая, — поторопил я девушку. — Давай скорее, у меня рабочий день заканчивается, я домой хочу. А тебе в ад пора. Да и соответствующие службы что-то засиделись. Пора им новый кусок мяса от асфальта отскребать и в черный мешочек собирать. Девочка резко побледнела. — Ой, а чего это мы цвет поменяли, как хамелеон? Неужели не задумывалась о том, что от тебя останется после такого трюка? Хочешь, расскажу в подробностях и приправлю яркими деталями? — Нет, не надо, — яростно замотала головой-то. — Ну хорошо, будь по-твоему. Зрелище и впрямь неэстетичное. Я тебе расскажу о прелестях ада. Там хорошо, климат тропический, общество гостеприимное, принимают всех, с распростертыми объятиями принимают. А сколько новых впечатлений! — Эй, заканчивай! Давай, она же сейчас и правда прыгнет! — наехала на меня возмущенная конкурентка. — Ну и тебе же лучше. Новая душа попала к вам. Мне начистят хвоста, а у вас новая душа. — Мне его тоже начистят, да и побольше твоего, когда узнаешь, что именно ангел эту душу нам обеспечил. Не я, профессиональный демон, а ангел. Прекращай, давай. Действуй по протоколу. Демонесса уперла руки в осиную талию и устремила на меня требовательный взгляд. Наивная. Она меня еще не встречала. Как и я ее, впрочем. Я кинул ее заинтересованным взглядом. Да... Одним словом, демонесса аристократических кровей. Не знаю, как кто представляет демонов, с копытами, рогами, пятаком и хвостиком с кисточкой, или ужасными чудовищами мерзкого вида, но она была не такой. Да и все демоны, по сути, не такие. Все эти — рога, щупальца, хвосты и когти — лишь дешевые спецэффекты, муроки, использующиеся для нагона страха. Внешне они ничем не отличаются от простых людей. Но это особо было, простите, особенное. Ноги — стройные и длинные, как ножи циркуляра. Их прямые и изящные линии завораживали своей эротической геометрией. Круглая и упругая попка. Талия будто перетянута тугой лентой. Узкая и взывающая к прикосновениям грудь. Пресвятая Богородица, какая у нее грудь. Не буду придумывать никаких дурацких сравнений. Скажу лишь одно — она просто шикарно. Лицо. Плавные, грациозные и самую чуточку хищные черты. Белая кожа, багряно-красные пухлые губы. Прямой маленький носик. Синие-синие, как два топа за глаза. Глубокие, как два омута и затягивающие, как морской водоворот. И в довершение всему — застывшая, вспененная, ярко-рыжая лава волос. Цвета и инквизиция, она еще и рыжая. Истинно адская и ужасно гремучая смесь даже для демона. Рост немного выше среднего, подтянутая, немного крупная, но при этом изящная до полного свинского безобразия. Именно такие женщины пробуждают настоящую страсть всего по чуть-чуть. И всего в меру. Как дорогой и необычайно вкусный коктейль. Мне чертовски трудно было перестать пялиться на нее. Совсем я расслабился. Не делай это. Она мою защиту корежит, а я улыбаюсь, как законченный кретин. Их гормоны-то как взбунтовались. Так и слышу. Смотри какая! Ух ты! Куда? Куда? Верни картинку, негодяй! Я отвел взгляд и восстановил защиту. Фуф, какая! С этой демонессы надо держаться настороже. И грозная-то грозная, хотя больше растерянная. Ага, вот еще. Инструкция для дураков. Протокол для карьеристов. Не нравится чего. Тебя никто и ни за что не держит. А вот это уже хамство. Это затаенная надежда. Ихидно произнес я. Слушай, кончай балаган. Я... я... я жаловаться буду. Жаловаться? Я искренне и с удовольствием расхохотался. Кому? Твоему начальству. Ты у меня клиента отбиваешь. Не уводишь, а отбиваешь. Ты вообще ангел или как? Вы же должны... Она слегка замялась, не желая пересказывать прописные истины. Ну, в общем, так ты вести себя не должен. Зеленые еще. Видимо, только-только на Землю направили. Ничего я тебе не должен. Назвалась демоном, так и давай работай в сложных условиях. Креатив, искушай. Нет, должен. Вы же всегда действуете по инструкции. А я их знаю. Ты ее должен утешать и наставлять. Ты не расслышала. Инструкции не для меня. Да и потом устал я их всех уговаривать. Да и ты еще тут. Вот вы все демоны такие. Лезете под руку, мешаете. Твою же работу делаю. А я сама хочу. Поздно. Ты все равно опоздала. На вызов прибыл первый я. Но... Никаких но. Не отвлекай меня от работы. Стоишь, стой и учись. И мешать не надо. У меня инструкция и приказ. Издевательски добил я. Она аж побурела, как свекла. Ты же сказал, инструкции не для тебя. Так что дай я ее искушу. Не для меня. Правда, не все. Я же не робот какой. Да и потом, они для тебя. Ты же не хочешь нарушить договор. У вас, как я слышал, с наказаниями не застревает. Рожеволосая прелестница побурела еще больше. Я вроде даже услышал бульканье и тихий свист. Эээ, что за ерунда? Куда слазаешь? Ты прыгать собралась или как? И правда, пока я рассматривал конкурентку и спорил с ней, попутно развлекаясь, прыгунья тихонько дала задний ход. Я кому говорю прыгай? Это же ложный вызов. Нет, нет, я передумала, простите. Да и вы тут весь настрой сбили. Ковыряя носком туфельки и смотря в пол, проговорила девушка. А-а-а. Ну вот теперь, милочка, ты явно пролетела. Все, вагончик тронулся, перрон остался. Она приняла решение. Да спрыгнешь тут с вами. Ну ладно, мы еще встретимся, Дан. Многообещающе промурлыкала соперница и, покачивая бедрами, гордо удалилась. А почему и нет? Я всегда к вашим услугам. Ну что, милая, а теперь с тобой закончим. А что со мной? Непонимающе уточнила несостоявшаяся самоубийца. На тот свет больше не хочешь? Или еще будешь пробовать? Нет, не буду. Честно. Она замотала головой. Да, вижу, не врешь. Пока не собираешься. Но это пока. А значит, нужно закрепить результат. У тебя два варианта. Первый. Мы сейчас летим в морг и смотрим на тех, кто все же успел сделать задуманное. И второй. Банальная порка ремнем. Девчонка побледнела и замотала головой. А может, не надо? Я все поняла. Можно я домой пойду? Но, пожалуйста. Э, нет. Тебе будет уроком. За все в жизни надо отвечать. И за глупость, и слабоволие тоже. Жестко отрезал я и загрузил ей подборку картин с мест самоубийств. Она сейчас видела очень нелицеприятные вещи. Глаза девушки распахнулись. Лицо стало белым, как простыня, постиранная порошком Ариэль. Она закачалась, и мне пришлось поддерживать ее, пока идет слайд-шоу. Признаться, я подумывал загрудить ей видео с реакцией родственников, но решил, что это уже перебор. Нет, не надо, прошу, хватит. Она мелко задрожала и замахала руками. Не хватит, смотри. Сейчас еще и видео пойдет. Нет, почти забыла перепуганная и шокированная девушка. Я остановил показ. Извини, милая, но так было надо. Ты должна была видеть последствия. Идя на такой шаг, вы их себе слабо представляете. Уже мягко произнес я. Да, да, я поняла. Это ужасно. Я об этом и не думала. Я хотела лишь уйти. Я все понимаю. Проявлять слабость не зазорно. Но если бы человечество останавливалось перед трудностями и бедами, оно бы перестало существовать. Тебе нужно попытаться все начать заново. Это будет очень трудно. Снова учиться любить и доверять, дружить и верить. Но это надо сделать. У тебя еще все впереди. И счастье, и радость, и трудности. Это наша жизнь. Она нас закаляет и учит быть сильными. К тому же не тебе одной сейчас требуется поддержка. Твоя лучшая подруга серьезно больна. Нина? Больна? Но как же так? Я не знала, а она не говорила. Вот так. Это выяснилось после событий, случившихся с тобой. И она не стала тебя нагружать своими проблемами. Она видела, как тебе тяжело. Да что же это? Вот же глупая. Она должна была сказать, вот же я дура. Она же приходила ко мне такая бледная и усталая. А я... Не вини себя. У тебя, можно сказать, уважительная причина. Но теперь ты знаешь. И теперь ты должна ее поддержать. А она поддержит тебя. Скажите, Дан, с ней все будет в порядке. Вы же ангел, вы должны знать. Я думаю, да. Больна она серьезно, но не смертельно. При должном лечении и заботе она достаточно быстро выздоровеет. Я уж об этом позабочусь. Ну вот ты молодец. У тебя появилась цель жить дальше. Помни о том, что с тобой случилось. Это придаст осторожности в будущем. Но и не зацикливайся на этом. Открывайся миру и людям. Это будет непросто, но это поможет. И совет на будущее. В мире настоящих мужчин не так уж и мало. Просто настоящие женщины часто убирают ненастоящих мужчин. А стоит лишь присмотреться повнимательнее. И ты увидишь то, что до этого не замечала. И не сторонись их, а то останешься старой девой. Живи дальше и не бойся трудностей. Даниил, спасибо вам большое. Я очень вам благодарна. Вы сделали то, что не сделали родителей, парень. А вот родители, прости. Им на тебя не плевать. Просто они немного запутались. Они хотели дать тебе как можно больше, но немного увлеклись. Но они уже осознали свою ошибку. Они едут сюда на всех парах. Наши их ведут. А то так и до аварии недалеко. И поэтому тебе пора идти. Я не хочу наставлять и их. Они все сами поймут до конца. А у меня рабочий день оканчивается. Так что иди к родителям и к Нине. Спасибо вам еще раз. Вы очень добрый. И я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Ну вот и хорошо. Добрый я, говоришь. Но так ангелы злыми и не бывают. В программе не заложено. Иди давай. Девушка, получившая цель в жизни и надежду на будущее, робко улыбнулась, чмокнула меня в щеку, мило покраснела и убежала навстречу с жизнью. Что ж, очередной головняк закончен. Можно поставить себе пятерку. Сработал я хорошо. Да и рыжая чертовка в тему оказалась. А, кстати, она и не ушла. Спряталась. И наблюдала за развязкой. Наивная. Думала, я ее не замечу. Это она зеленая, как капуста. А я-то уже давно не новичок. Ну, пусть наблюдает. Мне не горячо, не холодно. Позвать ее, что ли? — Эй, рыжая, долго будешь ерундой маяться? Выходи давай. Я тебя давно рассекретил. Вернее, я с самого начала видел тебя. Давай, рыжая, не томи. — Я не рыжая. Мое земное имя Кира. Так что давай без фамильярности. — обиженно буркнула Демонесса. — Ну, хорошо. Кира так Кира. Но все равно выходи. Она чуть помедлила и вышла. — И чего ты здесь забыла? — не слишком вежливо поинтересовался я. — Да, перевелись джентльмены на земле. Вот у нас... — Я не дал ей докончить. — Демон, ты, наверное, превратно поняла мое достаточно дружелюбное отношение к тебе. Присутствие особо, ради которой мы здесь и собрались. Более того, ты пыталась меня подчинить, а это уже повод к серьезным ответным мерам. На данный момент я могу отвинтить твою рыжую головку, и мне за это ничего не будет. Я могу рассматривать твои действия как нападение, так что давай без заигрываний. — Надо же, какие ему суровые, брутальные, грозные и грубые. Всякий может обидеть слабую девушку. — Демон, не играй со мной. — Фу ты, мужлан, никакого нападения не было. Я же женщина. Я хочу нравиться мужчинам, а посмущать ангела вообще милое дело. Я же не дура. Мало на земле. И не имею такого опыта, как темный дан. Но уж не глупее электровеника. Прости уж мне женскую слабость, но ты так забавно краснел. — Я не краснел. — Смутившись, буркнул я. — А вот и краснел. Представлял там всякое. А, похабник. — Да ничего я не представлял. — А краснеешь опять. Да так активно. Это о чем же ты думал таком? И она, подняв руки над головой, изящно и эротично, очень эротично, подтянулась. Демонесса даже не использовала свою магию обольщения. Но у меня отчего-то перехватило дух. — Ну, а ты говоришь, зачем я осталась? Слушай, ангел, а у тебя женщина давно была? Уж больно резко ты в краску входишь. — Что? — праведно возмутился я, поскольку этот вопрос привел меня в чувства. — Ты не забывайся, давай, ага. С этим у меня все нормально. — Оно и видно. — А я говорю, нормально. Ангелы очень нравятся земным женщинам, и недостатковых вниманий мы не испытываем. Просто... — Оправдываешься. — Да. В этом нет ничего зазорного. Ты только скажи, я быстро помогу. Пара знакомых прелестниц быстро восстановят твое душевное равновесие. Могла бы и сама, но мы с тобой мало знакомы. — А я, знаешь, не такая. Я, демонесса, приличная. Ну так что, звонить? — Кому? — в полном обалдении спросил я. — Ну так прелестницам. — Не надо. Скрипя зубами, выдавил я и помотал головой. Как-то неправильно действует на меня эта рыжая особа. — Ой, так у тебя еще и с желудком проблемы. Она приложила руки к щекам и покачала головой, отчего пенистая магма всколыхнулась в такт с моей нервной системой. — Какая же у вас трудная работа. Прямо горите во труде. — Демон, ты ходишь по краю, — сказал я это и вдруг успокоился. — Рыжие, они такие рыжие. Ты знаешь, что некоторые демоны зовут меня темным. Значит, наверное, знаешь и почему. — Да. Ты часто не исполняешь приказы, циничен, холоден, язвителен, не испытываешь жалости к людям. Вернее, испытываешь, но не ко всем. Это чувство у тебя работает как у людей. Ангела должны жалеть всех, а ты это игнорируешь. Не сдержанно как к людям, так и к коллегам. И у тебя черное чувство юмора. — Ну, в целом да. Только с жалостью не угадала. И чувство юмора у меня нормальное. — Ага. А кто подговорил пару мелких бесов являться к лкашу, мужу твоей клиентки, с проповедями о вреде пьянства и блуда? Да так, что его в дурку увезли на неделю. Ты ему туда каждый день водку присылал. И в результате его увезли уже в обычную больницу с сердечным приступом. Но и там он надолго не задержался, сбежал. Потому что его, по твоей милости, положили в палату полную бомжей. — Ну и что? Зато он теперь не пьет. — Но ангелы не действуют такими методами. Тем более ангелы-хранители. Это боевикам позволено довольно много. Но ваша работа... — Наша работа — помогать людям. И я это делаю. — Ага. Правда, тот мужик чуть не стал хихикающим овощем и чуть не дал дуба. — Все было под контролем. Я знаю свое дело. — Так что с тобой? Решила на меня, значит, взглянуть. И при этом проявила магическое воздействие. — Ой, ну снова ты. Я же говорю. Я не желала нападать на тебя и причинять вред девушке. Ты был в своем праве. Да просто посмотреть. Мне были интересны твои нестандартные методы работы. А теперь я убедилась в том, что слухи не врут. Ты отморозок. — С улыбкой закончила Демонесса. — Это с чего это? — Да как с чего? Ты сам только что чуть не угробил эту милую и несчастную девушку. Ей требовалась помощь, а ты вместо жалости начал толкать ее в бездну. — Это вполне стандартный психологический ход. Немного опасный, но стандартный. С моими возможностями я могу его использовать. — Немного опасный. Да она чуть не прыгнула. Ангел, ты и правда циник. — Надо же, — открыла Америку. Да и она бы не прыгнула, не готова была. Так что еще одна душа от вас ускользнула. — Невелика потеря. Она простая девушка. Ничего выдающегося. — Каждая душа уникальна. А добрая еще и очень ценная. А такая, как она, вдвойне или втройне. — Но ты все равно был первый. Не драться же мне с тобой. — Ладно, ангел по имени Дан. Мне пора. Я на тебя посмотрела. Мне понравилось. А теперь пойду. До встречи. И с громким хлопком до клубом черного дыма она растаяла в воздухе. — Демонессы. Все они такие. — буркнул я и встал перед бетонным заграждением. Еще один рабочий день подошел к концу. Еще одна душа избежала визита в ад. Нет, она может, конечно, нагрешить. Но мне почему-то думается, что такого не случится. Она все-таки молодец. И мне кажется, что все у нее будет хорошо. Только вот задолбало меня все это. Самоубийцы, глупцы, откровенные идиоты, по своей дурости попавшие в опасную ситуацию. Людская жестокость и зверство. Демоны уже давно не прессуют Землю активно. Они поняли, что человечество и без них с этим справляется на ура. Для них выход на Землю — как развлечение. Поток душ стабилен и без их активного участия. Да, есть и неактивные. А мы затыкаем дыры решетом. И никто не виноват, что люди больше слушают слух нечистого, чем нас. Конечно, не всегда, но все же. Мы проиграли глобальную войну. И все это знают. Человечество почти отдано на откуп силам зла. А все это лишь брюзжание. Я создан, чтобы оберегать и хранить, пусть не слишком вежливо, без проповеди и воззваний, но я такой, каким меня создал он. И мне грех жаловаться. Ведь если подумать, я люблю свою работу. Да, порой хочется плюнуть и уйти, но что я буду делать без нее? Плести бисером, ремонтировать машины, торговать персиками на рынке? Назад-то меня не возьмут. У нас с этим строго. Это людей можно прощать. А мы, ангелы, выше людей. Мы их все-таки храним. И с нас спрос серьезней. Предал свое дело, вот тебе и наказание. Ох, значит, хватит стоять и нудеть. Пора на базу. Я достал из кармана мобильник и набрал диспетчера. Оленька, солнышко мое лучистое, давай телепорт, я все. С девушкой все хорошо. Сама ж знаешь. Опять кошмарил человеков. А как же, я ж темный. Ты в своем репертуаре. Ладно, давай, телепорт активен. Ну все, милая, жди с чаем. Неа, тебя шеф ждет. Злой чего-то. Плохо. Опять играть заставит. Знаешь, как меня эти игры утомили. А еще если и танки. Но ответа я не услышал. Сработал транспорт. Меня и правда заставили играть в танки. Нет, это было не наказание, а просто профилактика послушания. А я эти танки ненавижу. Выдержка из аналитической записки начальнику службы земной разведки Главного разведывательного управления Рая особо важна. Исходя из активно поступающих данных с Земли, выяснилось, что за последние три месяца резко возрос коэффициент немотивированного насилия и агрессии в целом. Возросло число преступлений, совершенных с особой жестокостью. Повысился уровень жестокости преступлений. Повысился уровень негативной энергетики. Повышение было зарегистрировано в ряде ключевых районов, что резко дестабилизирует обстановку. Ключевым районом повышения активности является Российская Федерация и ряд других славянских православных стран. Аналитическим отделом были разработаны статистические таблицы и подробные доклады. Также на основе данных, полученных из агентурных источников, сети осведомителей и из опросов сотрудников САХ, работающих непосредственно на Земле, были сделаны выводы, что никакие структуры АДЭ к этому не имеют отношения. Однако данные требуют более тщательной проверки. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что на Земле разворачивается очень масштабная операция, цели которой на данный момент не ясны. Аналитический отдел рекомендует принять соответствующие меры и ввести желтый код опасности. Конец выдержки.